коллеги всем привет на связи халеба евгений ежемесячник по анализу и прогнозу рынка доллара посмотрим с вами что происходит на валютном рынке достаточно тонкая ситуация центральные банки вошли в цикл ужесточения денежно-кредитной политики конечно же на это реагирует валютный долговой рынок в первую очередь ну и все финансовые рынки находятся под давлением кроме товарного рынка на котором продолжает играть так фляции я то есть народ там думает что цены будут расти дальше собственно по комментариям тоже вижу что народ считает что рынок нефти и вообще товарный рынок продолжит расти я другого мнения конечно я прицеливаю среднесрочно то есть до конца года и на следующий год а вполне возможно что локально может быть все поэтому здесь конечно стоит учесть тайминг который в принципе на мой взгляд не менее важен а может быть и более важен чем шкала цены то есть на мой взгляд трейдеры уделяют мало вниманию времени хотя время на рынке это достаточно важная составляющая у нас на графике на самом деле две оси цена и время но почему-то все анализируют только цену и никто не учитывает тайминг ну да ладно это разговоры какому-нибудь просветитель скому видео на тему аля я гуру у меня много опыта и так далее так далее хотя все мы должны понимать что в трейдинге гуру нет потому что трейдинг это игра случая то здесь нужно понимать что события часто совпадают с мнением трейдера и вот на этом он и зарабатывает поэтому уделять время как я раньше говорил стоит исключительно управлению капиталом в общем то на эту тему у меня есть видео которое называется риск менеджмент в трейдинге по моему так называется в познавательном находится ну давайте ссылочку я вот оставлю здесь вот вы видите в углу ссылку на это видео вот ну что же по традиции мы пойдем сверху вниз первая часть видео это обзор модели тех анализ сам прогноз и вторая часть видео это кухня кухня для тех кто хочет учиться смотреть что делают опытные трейдеры и аналитики поехали первым делом что мы видим моя модель включающие в себя фундаментальные показатели то есть макроэкономические показатели которые детерминируют курс доллара моя модель продолжает расти то есть тренду до тренду по рынку на рынке доллара ничего не угрожает и в принципе тренд по идее должен продолжать развиваться что любопытно обратите внимание цена ну цена здесь торгово взвешенного доллара широкого не dx это белая линия да поэтому мы видим что мы ниже еще уровне 20 года вот но что интересно модель давным-давно уже переписала максимумы 15 17 года 7 17 года и 8 и 20 года в то время когда доллар еще не переписал и мы находимся мы продолжаем находиться ниже то есть доллар курс доллара продолжает находиться ниже прогнозные модели что очень важно на мой взгляд потому что это говорит о том что доллар еще не перекуплен то есть сейчас мы увидим по технике по технике перекупленность уже есть но с точки зрения фундамента перекупленности еще нет вот к примеру как было в двадцатом до собственно с 18 по 20 у нас была перекупленность тотальная да и перекрытые перекупленность была в семнадцатом 6 в конце пятнадцатого то есть тоже важные моменты на сегодняшний день перекупленности никакой нет и как раз таки это на мой взгляд говорит о том что перспективы продолжения бычьего тренда долгосрочные перспективы продолжения бычьего тренда очень даже положительные ну и с точки зрения монетарной политики собственно фрс будет жестче чем остальные центральные банки я имею до антагониста ецб конечно же потому что это ведущий скажем так конкурент партнер да как посмотреть вот поэтому считаю что доллар продолжит укрепление спустя какое-то время момент по отклонение от среднего значения люблю эту интерпретацию оценки цены да то есть это и стахастических финансов пришло достаточно на мой взгляд важная метрика она приводит к некой статичности цену цену да и мы можем посмотреть по сути экспонент туда насколько отклонилась процентов цена от от средней годовой цены да то есть важно на мой взгляд тоже кстати есть на эту тему мастер-класс по стахастическим финансам в предыдущем плейлисте познавательно вы можете посмотреть там достаточно много всего кстати полезного я не знаю почему вы не смотрите трейдинг это это сложно это непросто поэтому те кто хочет зарабатывать на рынке вас ждет очень упорный длительный труд мало того недостаточно получить знаний нужно получать опыт и опыт это самое важное в трейдинге потому что трейдинг это ремесло это не творчество да это работа ежедневно рутинная с калькулятором с цифрами с расчетами то есть это все но достаточно неинтересно да понятно что когда мы ожидаем там я не знаю там рост нефти к 200 250 к примеру да с текущих уровней вы ставите на это там все свое сбережение то у вас в голове маячит просто яхты и мерседесы но поверьте мне так не будет и и так не будет не потому что они не вырастет а потому что так устроен рынок все кто 95 или 98 процентов трейдеров сливаются почему потому что лентяи вот и все вот что у нас здесь есть по отклонениям да мы видим что экспонента у нас имеется цена вышла выше второго стандартного отклонения предыдущие разы в шестнадцатом и ну то есть в семнадцатом да и в двадцатом годах мы отбивались от второго отклонения только в 14 мы его превысили и сейчас цена тоже выше этого стандартного отклонения то есть мы начинаем мы вошли до в такой в толстый хвост получили черный лебедь по доллару и на самом деле на мой взгляд нет ничего удивительного с точки зрения монетарной политики ожидания рынка и мы можем увидеть экспоненту которая была а-ля 2014-15 годы поэтому думаю что вполне себе все окей конечно на храпом dx корзина даже широко известная корзина dx в которую входят 4 по моему валюты или 5 как она на которую фьючерс есть на айсе да это лондонская биржа вот мы видим что цена с нахрапа 104 не пробила вообще когда мы пробивали 104 на недельках я удивился потому что уровень достаточно жесткий и пройти его сразу будет невозможно да то есть это максимум это пятилетние максимумы пятилетняя зона сопротивления это очень круто на самом деле поэтому я и думал каким образом мы пробиваем такой важнейший уровень то есть если мы его пробиваем на храпом то вряд ли остановимся и на 112 по по доллару да то есть это будет движение к 120 и выше вот но наконец-то мы отбились и это на самом деле позитивный фактор для финансовых рынках рынков потому что снижение доллара это всегда смягчение финансовых условий поэтому собственно меня это порадовало потому как все все-таки есть локальный позитивчик с точки зрения валютного рынка но мы как бы до коррекция коррекции но вот с точки зрения предыдущего анализа так который я вам предоставил на мой взгляд рынок доллара продолжит рост собственно экспоненты мы наблюдаем и помогда куда последний раз конечно же мы были в 2015 году ну плюс минус там в 14 на этих же уровнях но мы не дошли до точки катарсиса да то есть вот до точки в при которой действительно началась полноценная коррекция поэтому текущую коррекцию я воспринимаю как локальную вчера минутки были там ничего нового но давайте это я вынесу в обсуждение вот к итогу к этому к этой части видео на и посмотрим дневки дневки на самом деле да мы тянемся вот с не снижаемся в нисходящей волне пробита поддержка на дне в когда тоже важный фактор то есть мы локально входим в бифуркацию и слава богу рынку в валютном рынку пора отдохнуть пора поколбаситься вот какая будет бифуркация то есть коррекция да она будет боковая либо глубокий откат вот эти все вещи пока для них нету реперных точек то есть пока что первая волна прошла все будет зависит от того какая будет вторая и третья да то есть там уже мы будем определять что что будет происходить вот закончилась ли 1 до тоже вопрос потому что мы все-таки остаемся ниже поддержки мы оттестили ее несколько раз уже очень важный момент а тестили здесь кстати в верхнюю границу нисходящего фрактального канала и собственно на текущий момент сигнал на шорт очень устойчивый то есть да мы можем нырнуть к 101 пощупать вот ну такую предыдущую трендовую диагональ да к примеру да то есть можем это сделать мы можем даже нырнуть 99 пощупать вот предыдущие хаи проторговки тоже есть такой нюанс но в принципе думаю что пока 100 101 все закончится конечно если нас пустят обратно в за пределы да вот за зону поддержки предыдущую зону здесь уже на и накопились хаечки на более мелких масштабах то здесь конечно же речь уже будет идти о возврате цены и вот там уже можно будет определять направление глубину вектор и время коррекции которая наметилась собственно до ну давайте я уже выведу это в итог к этой части собственно до сентября месяца вряд ли фрс будет кошмарить рынки в в общем-то та политика которая наметилась она будет у нас присутствовать да на рынках до до сентября до осеннего цикла заседаний после августовского перерыва в августе у нас отпуска в том числе и фрс не заседает то есть до июня июль повышение ставки по 0 5 процента до конца года рынок зал заложил 2 и 5 процента сокращение баланса 47 5 миллиардов в месяц до сентября 7 сентября 95 миллиардов в месяц в июле важное заседание и цб ожидается повышение ставки уже в июле месяца то есть посмотрим что будет говорить я не цб тоже крайне важно как антагонист фрс важно их риторика не думаю что они будут более жесткие чем фрс почему потому что на самом деле им не позволяет госдолг южных стран взять италию и грецию там кошмарные долги относительно ввп поэтому нельзя там резко действовать и резко повышать ставки иначе это может привести к дефолтом по суверенным облигациям италии германии господи извините италии греции испании португалии турции но не но тут они есть на минутку то есть возможен ряд дефолтов очень опасно поэтому вряд ли не цб вообще имеет возможность быть более жесткими как бы им не не смягчиться до сразу концу года вот важно будет конечно посмотреть на июль что скажет и цб на таком важном заседании и потому как многие ждут повышение ставки именно в июле вот по моим оценкам по моему мнению фрс будет более жесткая осенью и до трех процентов я ожидаю повышение ставки до конца этого года рынок просит 2 и 5 то есть осенью возможны сюрпризы которые уже и будут сказываться на курсе доллара и курс доллара может получить поддержку поэтому вот три месяца летних вполне возможно они будут проходить под девизом бифуркации затяжной коррекции и какая она будет зависит от ецб зависит от на настроение в целом на рынках будет ли рисков риск он да то есть как будет сказать сказываться ситуация с сворачиванием баланса да то есть ну на самом деле резервов пока хватает для того чтобы компенсировать выпавшие деньги которые предоставлял фрс ранее да теперь он их будет абсорбировать то есть высасывать из финс системы америки но коммерческие банки имеют накопленные резервы около 4 триллионов то есть этого достаточно чтобы компенсировать предостаточно не то что достаточно предостаточно чтобы компенсировать политику монетарную политику фрс но к осени они уже будут еще не исчерпаны а будут исчерпаны наполовину примерно и момент будет крайне сложный для рынка то есть я считаю что осенью вообще в принципе есть все условия для того чтобы разразился экономические фи это то есть финансовый кризис на кризис ликвидности и вот на этом доллар может сделать какой-нибудь очередной ляп то есть шмальнуть к примеру к 112 буквально там за считанные месяц вот исходя из чего я больше склоняюсь к боковой коррекции по доллару и неглубокой да то есть пределах там 38 процентов от всего роста которые мы наблюдали с 20 с прошлого года вот но этого достаточно для того чтобы поддержать фондовые рынки и для того чтобы скажем так охладить пыл на долговом рынке тоже важно будет ли это поддержка товаром ну собственно здесь спорные вопросы потому что товары сейчас больше реагируют на геополитический фактор особенно энергетика золото поэтому там уже многое будет еще писать оттуда там я не специалист поэтому утверждать что-либо с точки зрения геополитики я бы вообще не стал я не берусь на эти темы рассуждать потому что я в этом дилетант и скажем так зачем мне вообще туда влазить я слушаю других спецов потому что происходит нос будучи самому сам аналитикам да я понимаю что вся эта аналитика которую нам нас льется с ютуба это все можно скажем так ну интересно послушать да ну вот опираться на это вряд ли бы я стал такой уж я вот такой у меня склад до моей личности так друзья ну собственно да я все сказал на эту тему что я ожидаю на рынке давайте теперь пара слов до о ведущих детерминантах которые нас детерминируют курс валюты являются причиной да то есть валютных колебаний поехали так первый слайд изменения кстати в не в 100 с точки зрения неопределенности денежно-кредитной политики очень интересно если в апреле у нас этот тренд был восходящий то он резко изменился и участники рынка считают что неопределенности в денежно-кредитной политики на сегодняшний день нет и и и не предвидится кстати вот до конца года между прочим то что я и говорю о том что вероятнее всего в ближайший квартал фрс не будет ничего делать не будет кошмарить рынке то есть та политику которую они сформировали весной она будет и дадут время до участникам рынка экономическим агентам дадут время чтобы она устаканилась то есть вот поэтому и вот на это кстати и указывает индекс неопределенности денежно-кредитной политики основаны на опросах естественно финансовых менеджеров поэтому вот такая штука вот я поэтому и думаю что вот это вписывается в парадигму в мою парадигму в целом вообще на рынке то есть парадигма летняя 100 сток фляция осенняя дефляция в момент 100 сток фляции пике цен на товарном рынке рост фондового рынка возможно рост золото снижение доллара ну как минимум не растем да то есть вот такая штука она у меня вписывается с точки зрения я вот опять-таки монетарные показатели до ожидаемая инфляция крайне важная метрика она нанесена синяя линия по левой шкале мы видим что ожидаемая инфляция в цикле рисков в локальном цикле рисков которые мы наблюдаем снизилась снизилась ниже 3 процентов в общем то рынок уже на начинает ставить на цикл дефляции да то есть ожидается что в разрезе там нескольких лет будет цикл дефляции то есть инфляция будет уходить да это так я считаю что инфляция в ближайшие месяцы точно поставить пике как бы она не поставила уже их в апреле на самом деле но вполне возможно еще вот по маю я уверен что инфляция будет почему потому что цены на энергетику крайне высокие газ про продолжал расти цены на нефтепродукты продолжали переписывать исторические максимумы то есть это важно поэтому я считаю что в мае еще пройдет по и под девизом высокая инфляция а вот июнь июль возможно уже начнется снижение поскольку все таки как ты не крути результаты ожиданий ужесточения денежной кредитной политики приводят к снижению ожидаемой инфляции к снижению экономической активности снижению активности на финансовых рынках то есть все это дефляционный цикл поэтому вполне возможно у нас нас начинается полноценная дефляция с и со снижения ожидаемой инфляции красная линия это индекс доллара широкий умноженный на минус единицу то есть нанесен инверсионно для наглядности то есть когда у нас дефляционный цикл у нас доллар укрепляется поэтому я считаю что кстати годовая а нет это не годовать нами к это просто до широкий индекс доллара поэтому мы еще не на уровнях 2020 года это торгово взвешенный широкий индекс около 20 валют в том числе и валюты развивающихся стран которые стратегические важные торговые партнеры америки вот поэтому он и движется более медленно вот сам факт того что у нас есть обратная корреляция говорит о том что на снижение на снижение инфляционных ожиданий доллар укрепляется а вот еще одна метрика с финансового рынка тоже важно это мой денежный мультипликатор банковский мультипликатор процесс создания денег кстати многие спрашивают да почему у нас денежная масса растет в то время когда фрс уже переходит к сокращению баланса почему то есть получается что фрс продолжает накачивать экономику деньгами финсистему деньгами нет ребята денежный мультипликатор это создание денег через частичное резервирование коммерческими банками то здесь дело не фрс а в самой системе в самой банковской системе которая создает деньги через вот частичное резервирование выдавая кредиты мы дали доллар за зарезервировали 10 до в то есть то есть мне 10 как как копеек дали 90 еще оттуда в одессе 19 дали 80 еще оттуда в одессе дали еще 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 это есть скорость обращения денег то есть она растет и банковский мультипликатор и кредитование растет когда предложение кредитов вырастает он она растет когда у нас растут ставки то есть банкам выгодно давать поэтому они активно активизируются до выдачи кредитов вопрос в том будут ли брать в закредитованной экономики но давайте будем честными кредиты брали будут брать и берут всегда поэтому собственно денежная масса растет именно вот на этой системе и это кстати австрийская школа презирает и обзывает мошенниками коммерческие банки потому что они наживаются скажем так на текущих условиях при этом принося в жертву будущие условия потому что вот это и порождает закредитованность в том числе и токсичные кредиты которые потом оборачиваются дефолтами дырами финансовой системе и порождают финансовый кризис в общем-то они правы я тоже придерживаюсь мнения австрийской школы мне вообще нравится история про либерализацию экономики и финансовых рынков и в принципе да есть этому предел да я не полностью поддерживаю идеи австрийской школы в том что ну вообще надо все и и помножить на 0 налоги там я не знаю ну все то есть полностью убрать сделать дерегуляцию полную финси системой экономики я не поддерживаю это все-таки нужно чтобы регулятор был но функции его должны быть крайне ограничены на сегодняшний день они наоборот только расширяются но это опять-таки тема тема рассуждения другого видео пока об этом не стоит сам факт того что банковский мультипликатор растет говорит о том что есть поддержка у доллара почему потому что коммерческие банки выдавая кредиты они переводят ликвидность измене из более ликвидного в менее ликвидное состояние то есть они грубо отдают деньги а резервируют депозиты то есть для того чтобы перейти потом в живые деньги нужно провести ряд манипуляций не всегда это возможно кстати сделать поэтому собственно ликвидность сокращается в то с точки зрения состояния и свойств денег да вот и и исходя из то есть ну по по сути деньги переходят в со в состоянии сбережений да то есть вот они уходят из кармана и попадают куда-то откуда во их сложнее взять чем из кармана вот так будет проще вот поэтому конечно же это создает дефицит доллара потому что на доллар повышается спрос со стороны кредитов да поэтому вот он и укрепляется вместе с укреплением банковского мультипликатора ну и собственно это это корреляция она плюс-минус просматривается на текущем графике условия торговли тоже важный момент внешней политики внешне торговой политики в первую очередь мы видим что условия торговли экспорт к импортным ценам продолжают сильно расти достаточно мощная история и когда мы росли по этому показателю еще в конце двадцатого я говорил что доллар будет укрепляться доллар будет укрепляться тогда все с меня смеялись кстати и как и смеялись с того что я еще в двадцатом прогнозировал инфляционный цикл вот ну как видите сейчас я оказался прав но кто об этом помнит да вот поэтому тоже считаю что для доллара условия достаточно серьезное и доллар продолжит свой рост а ну и с точки зрения кстати вот условий торговли что происходит с эффективными реальными курсами эффективно реальные курсы это курсы взвешен это индексы до валюты взвешенная по важным торговым партнерам и скорректированы на инфляцию мы видим что япония сотворила просто чудеса она я уверен что япония была причастна банк японии был причастен к снижению валюты к девальвации иены и почему потому что это было выгодно с точки зрения экспорта до учитывая что внутренняя экономика японии это болотовка которая практически гниет уже там не несколько десятилетий и его оживить можно только через внешние балансы поэтому экспорт улучшить положение экспортеров японских на мировом товарном рынке было крайне важно они это сделали но они не получили обратного эффекта и все равно внешний баланс остается в стагнации то есть он особо то я не растет учитывая что вроде бы какие экспортеры в плюсе сейчас из-за того что иена дешево вот они могли остановить конечно это все но не остановили конечно под шумок того что банк японии продолжает мягкую денежно-кредитную политику а фрс продолжает а фрс и другие цб стали на путь ужесточения якобы получился крен да не в пользу иены и в общем то этим я уверен банки японии воспользоваться вот на сегодняшний день япония самая недооцененная валюта и но и доллар самая переоценена относительно корзины понятное дело по и по австралийцу тоже у нас рост что также не на руку австралии потому что она является чистым экспортером и собственно из на сырье она и завязана вот но остальное все плюс-минус в стагнации то есть ничего интересного ну вот такая картина да вот между иеной долларом у нас образовалась я считаю что иной дальше будет дешеветь на длинном отрезке кстати летнее время дан достаточно важный момент для иены тоже почему потому что если у нас если мы получаем смягчение да вот на в цикле рисков то это не на руку иены с точки зрения защитных ее функций да то есть учитывая что экономика и в японии в болоте то есть она менее волатильна поэтому в цикле рецессии она тоже менее меньше падает так так как она и меньше растет в цикле экономического роста поэтому собственно думаю что иена даже может ослабнуть в летние месяцы там до 150 закончить цикл ослабления и потом уже идет разворот на полноценном кризисе кстати это вот тоже вписывается в парадигму которую я для себя построил если посмотреть с точки зрения моего индикатора который строится по на основании сот да это настроение такие вот да можно сказать желтая область с бирюзовым кантом мы стагнируем мы и мы не шибко то и растем обратите внимание если взять цикл там 15 года то пузырь был колоссальный то есть доллар был переоценен сильно по всем метрикам да то есть многие метрики указывали на это но на сегодняшний день мой показатель не растет так сильно то есть доллар остается недооцененным то есть так же самое как я это все просто показал вам с точки зрения макроэкономической модели что доллар остается не недооцененным что на руку дальнейшему росту доллара и вот пока он не показать не покажет пузырь которого еще нет с точки зрения чисто спекулятивной позиции найси по фьючу мы видим что показатель полностью копирует поведение которое присуще обычному рынку то есть мы видим да вот как это было там в че в четырнадцатом в пятнадцатом годах да вот колебания на на максимумах там и так далее так далее то есть рынок ставил х и так далее так далее также было в девятнадцатом кстати такое же примерно движение на рынке вот ну и да в отклонениях от среднего у нас очень значимое движение по доллару происходит происходит экспонента и собственно на сегодняшний день она просто остывает доходность активов важный момент это соотношение доходности активов той или иной валюте и мы видим что кстати вот поение да по поение момент прикольный то есть из-за того что очень низкая инфляция в японии относительно инфляции в америке доходность активов японии очень высока относительно долларовой доходности реальной долларовой доходности американского рынка 600 базисных пунктов разница в доходностях между иеновыми активами и долларовыми активами любопнук здесь же естественно берется гособлигации любопытно но и доллар и иена у нас снижать то есть вот вот важный момент что нужно знать о происходящем фунт тоже имеет на самом деле неплохое соотношение но фунт снижается поэтому я считаю что фунт в принципе имеет неплохие неплохую перспективу в моменте коррекции доллара восстановиться то есть вот на мой взгляд фунт интересен по евро по евро у нас снижение активное происходит реальной доходности и она уже отрицательно обратите внимание что по доллару выгоднее на ровно на 50 базисных пунктов чем ну плюс минус до чем по иене по евро извините то есть момент крайне интересный но здесь опять-таки почему потому что уже идет цикл повышения ставок а ецб на него еще пока не стал то есть мы конечно же будем иметь в июне еще большее снижение потому что ставки еще больше вырастут и мы дойдем до одного процента и ниже разницы до между доходностями этих активов в этих валютах вот поэтому тут опять-таки июль будет крайне важно по канадцу есть да есть момент очень важный момент поэтому канадец шибко и не слабее да потому что у него есть поддержка тоже с точки зрения соотношения доходности в валютах канадского доллара американского доллара на 200 базисных пунктов два процента разница тоже важно но здесь опять-таки оценки должны быть еще строится и на товарном рынке потому что для канадца нефть важно или цена и на фоне этого если мы ожидаем дальнейший рост нефти значит можно вкладывать в канадские активы да и вы еще получите курсовую разницу но пока видите этого не происходит значит есть сомнения насчет товарного рынка то здесь важный момент ну и та картинка которую вы увидели только она агрегирована да то средняя доходность по и она обратно еще вдобавок до средняя доходность по долларам относительно корзины да вот ту которую вы увидели на 200 базисных пунктов доходность в долларах меньше доходности в базовых валютах то есть все равно из-за высокой инфляции в сша им у нас реальная доходность отрицательная при этом ожидания на рынке работают чисто ожидания то есть на на фоне ожидания у нас идет укрепление доллара но да мы снизились на 100 базисных пунктов сократили расстояние да то есть мой как-никак движемся теперь в сторону нулевой отметки ну и собственно на мой взгляд монетарная политика приведет этот показатель к нулевой отметке и выше на длинном отрезке что в пользу роста доллара последний слайд это соотношение валютных резервов евро к доллару и до доллара к евро и резервы и валютные резервы то есть и курс да вот курс у нас синяя линия валютные соотношения валютных резервов красная то есть о чем это говорит о том что продает фрс и кеммерческие банки продают американских продают валюту и покупают доллары естественно почему этот цикл важен потому что он связан с денежной массой когда фрс зажимая денежную массу да то есть становится в цикл ужесточения денежно-кредитной политики то приходится больше продавать иностранные валюты для того чтобы восполнить денежную массу которая выпала с из-за до действий монетарных властей поэтому здесь мы тренд увидим дальнейший вниз и поэтому вот на опережение конечно же евро играет ну плюс немножко паники там но добавилось это не без этого да поэтому я считаю что движение будет дальше вниз и это в принципе будет нормально ну и также это можно оценивать как интервенции да то есть конечно же если у нас идет продажа валюты зарубежная до в пользу покупки доллара в национальную валюту то это говорит о том что центральный банк пытается поддержать курс но не в этом случае на мой взгляд потому что курс курс больше поддерживать не нужно да то есть если бы мы видели снижение доллара тогда да в этом есть смысл либо же наоборот рост то сейчас по идее наоборот важен на росте доллара важно начать покупать иностранную валюту то есть продавать доллары и покупать иностранную валюту для того чтобы оказать давление на курс вот ну собственно самая корреляция меня радует и собственно здесь я считаю что движение будет продолжено локально сильно уж перекупили евро и поэтому конечно мы имеем цикл коррекции ну что ж друзья это и все на сегодня давайте теперь и подытожим ну как вы поняли я стою долгосрочно быком по доллару локально да я считаю что цикл к коррекции вполне себе уместен даже необходим для того чтобы но опять-таки я при преследую до тайное желание чтобы моя парадигма сбылась поэтому конечно же это в пользу того что я это в пользу моей парадигмы на текущий год стакфляться летом и дефляться осенью поэтому пока что это все развивается и доллар этому способствует то есть если мы станем в бифуркацию в летние месяцы то в общем и целом это позволит там фондовому рынку отрасти да то есть укрепиться валютному рынку долго на долговом рынке да должно все стабилизироваться то есть крайне важные моменты поэтому на мой взгляд это даже положительно то что доллар у нас немножко смягчился вот ну дальше я вижу из-за действий монетарных властей я считаю что фрс будет гораздо жестче чем остальные банки и собственно это конечно же запустить цикл более жесткой монетарной политики со стороны фрс относительно мировых цб что конечно же укрепит доллар ну и в общем то в цикле сворачивания сжатия ликвидности доллар будет в дефиците что приведет к его крупному росту но и с точки зрения внешнего баланса доллар тоже имеет преимущество поэтому я все я считаю что бакс тоже будет расти на фоне положительного внешнего внешней среды да то есть цены экспорта выше чем цены импорта и растут быстрее но и внутренний деловой цикл на мой взгляд в в америке будет более мягкий рецессия будет протекать более мягкая потому что и военно-промышленный комплекс до в пк будет нельзя сказать что это будет полная поддержка экономики но в частности это смягчит цикл из-за плюс инфраструктурные крупные проекты байдена тоже мы об этом помним да в общем то думаю что исходя из этого возможен внутренний спрос на доллар более высокий чем ну то есть из-за более медленного снижения экономики до американской относительно мировой экономики спрос на внутренний спрос на доллары будет немножко выше чем внутренний спрос на на те же евро фунты и так далее вот ну посмотрим как как будут развиваться события то есть я считаю что вот пока пока мое мнение вот такое и я его пока планки не планирую менять ну что ж друзья на этом и все подписывайтесь на мои каналы если вам нравится моя деятельность напомню ввиду дневник кризиса в ссылочка в описании это в телеге происходит также в телеге и спонсорский канал где разноаналитическая информация ссылка на бота у меня в тоже в закрепленном комментарии в описании к этому видео будет не работать с рублями пишите в личку если вы хотите оплатить рублями договоримся вот спасибо всем за внимание до встречи на рынках пока пока